МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Более тысячи вызовов врача на дом. КБ номер 50 завершило тестирование голосового помощника. Кулинарный праздник 20 октября, Международный день повара. Ура каникулы, что подготовила для школьников художественная галерея. Далее расскажем обо всем подробно. Более тысячи вызовов врача на дом принял голосовой помощник КБ номер 50. Тестовый период его работы прошел успешно. Как устроена работа помощника, по какому номеру на него позвонить, расскажем далее. В апреле в клинической больнице номер 50 заработал единый колл-центр. Он объединил все три плеклиники взрослой и детского. По номеру 95511 соровчане могут получить справочную информацию, записаться на прием, вызвать врача на дом. В сентябре, когда сыров захлестнула очередная волна ковида и сотрудникам колл-центра стало трудно справляться со шквалом звонков, КБ номер 50 в тестовом режиме запустили голосового помощника. Утренняя работа колл-центра, буквально 3-4 часа, это исключительно шквал звонков по вызову врачей на дом. В детской поликлинике, в первую, во вторую. Люди плохо дозванивались, обижались на нас, жаловались и так далее. Наш голосовой помощник может одновременно принимать, одновременно удерживать до статуса на звонков. По признаниям медиков, голосовой помощник очень помог им во время волны коронавируса. Сейчас, по статистике, уже 30% пациентов в больнице начали его использовать. Главное преимущество вызову врача на дом через голосового помощника – экономия времени. Он сразу отвечает на звонок и начинает обработку заявки. Голосовой помощник не пропускает ни одного обращения и дословно передает всю информацию специалисту. Нет никакой необходимости повторно оформлять или уточнять факт вызова в единой справочной службе. В случае возникновения вопросов с пациентом свяжется оператор. Мы продолжаем работать в этом направлении. Этот голосовой помощник будет в дальнейшем не только принимать вызовы, он будет также принимать заявки на выдачу некой справочной информации, на заказ справок, что очень важно для детской поликлиники, например. Вызвать врача на дом через голосового помощника можно по номеру 8 800 555 24 45. Звонок с мобильного и стационарного телефонов бесплатный. Екатерина Пенова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник «День повара» отмечают все кулинары мира. Профессия повара – одна из наиболее востребованных во всех уголках земного шара. О поварских секретах и особенностях профессии нам рассказала повар Людмила Вашегородцева. Людмила Вашегородцева в профессии повара уже 35 лет. Окончила Горьковское кулинарное училище. Для повышения своего мастерства и, соответственно, профессионального разряда продолжила обучение на специальных курсах и стала поваром пятого разряда, настоящим профи в своем деле. Сначала Людмила Николаевна работала в Нижнем Новгороде, а после приехала в Саров поваром в 14-й школе. Она работает 10 лет. Сначала я работала в Нижнем, раньше Борький был. Потом сюда приехали, здесь работала в дом торговли. Потом здесь вот 10 лет я здесь работаю. Мне очень нравится готовить. А в школе мне вообще нравится – кормить деток. Мне нравится, чтобы все были сытые, все были довольны. Главное, чтобы было вкусно, говорит Людмила Николаевна. А для этого, по ее мнению, нужно любить свою профессию и уважать того, кому готовишь. Но и никак нельзя обойтись еще без одного маленького, но очень важного секрета. Нужно готовить с душой. Тогда будет все вкусно и будет все хорошо. Надо думать положительно, но всегда надо любить, чтобы готовить. Я люблю, когда дети хорошо кушают. Я вообще люблю, когда люди хорошо кушают. Да, стараемся гостить. В школе Людмила Вашегородцева готовит все по технологии. А вот дома любит пробовать новые рецепты. Часто делает выпечку. Домашняя Людмила Николаевна очень любит ее пирожки. Уже имея немало знаний в своей области, повар постоянно учится новому, открывает для себя новые рецептуры и методы. Повар в школе – это особая профессия. Людмила Вашегородцева почти всех учеников знает по именам. Каждому говорит доброе слово, с кем-то пошутит, кого-то и пожурит. И ученики к ней относятся с ответным теплом. Дорогие коллеги, я поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем повара. Желаю Вам счастья, здоровья и успехов в нашей нелегкой профессии. Канал «16» присоединяется к поздравлениям всех кулинаров, профессионалов и любителей. Желаем Вам творческого вдохновения и вкусных блюд. В этом году Департамент по делам молодежи и спорта администрации города Сарова отмечает 30-летний юбилей. День рождения проходит под девизом «Открываем возможности». И это не случайно, так как на протяжении всей своей истории Департамент помогает молодежи реализовать свой потенциал и творческие способности. В честь 30-летнего юбилея Департамент по делам молодежи и спорта «Канал 16» покажет серию специальных передач. Первый выпуск программы «Лица Сарова», посвященный молодым талантам и спортсменам учреждений города, смотрите уже на этой неделе на канале «16». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Оперативный штаб по введению режима базовой готовности создадут в Нижегородской области. Его возглавит губернатор Глеб Никитин, сообщили в законодательном собрании. «Решения штаба будут обязательны к исполнению для органов власти, организаций и граждан. У нас действует режим базовой готовности на жизни обычных граждан, это не отразится. За исключением того, что решением оперативного штаба будут установлены дополнительные меры безопасности», говорится в телеграм-канале регионального парламента. На 17% повысить плату за капремонт планируют в регионе. Минимальный размер взноса вырастет 6 рублей 83 копеек до 8 рублей за квадратный метр жилья. Проект соответствующего постановления опубликовали на сайте регионального правительства. Ряд услуг МВД горожане могут получить быстрее в электронном виде, напоминает Саровская полиция. На портале Госуслуг можно подать заявление на получение справки о наличии или отсутствии судимости, выдаче или замене паспорта, замене водительского удостоверения или регистрации транспортного средства. При оформлении заявления в электронном виде на оплату госпошлины действует скидка 30%. На храме Всех Святых установили табличку, подтверждающую его статус объекта культурного наследия федерального значения. В историю этого духовного места погрузилась наша съемочная группа. Храм Всех Святых до закрытия в 1927 году Свято-Успенского мужского монастыря был кладбищенским. Его осветил 3 июля 1834 года архиепископ Тамбовский Ишацкий Арсений. С запада от храма было кладбище, на котором хоронили монашествующих имерян. Кладбище и храм были обнесены в каменные ограды. Вот на старинных фотографиях можно увидеть красивую такую ограду, ажурную. Потом храм стал зимним, то есть, чтобы стал отапливаться, чтобы в зимнее время могли тут отпевать. Народу в нем было немного, потому что отпевания только проходили. Советский период для храма был непростым. Сначала его переоборудовали в столовую для колонистов, а во время Великой Отечественной войны сделали в нем магазин. После 1946 года в здании церкви размещался ресторан, а затем хозяйственный магазин. Службы в храмах не проводили около полувека. 12 июля 1992 года здание передали православному приходу. А 6 февраля 1993 года храм осветил митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай Кутепов. Когда должно было начаться первое богослужение, субботник был, пришло порядка 100 человек, убирали, выносили, разломали фальш-потолок. Он представлял из себя штукатурку на сетке рабицы, которая на деревянные плахи такие крепилась. И открылись удивительные фрески. У каждого храма свое лицо, свои какие-то особенности. Если говорить про храм всех святых, то его особенности – это единственные сохранившиеся росписи Саровского монастыря. Роспись выполнена в технике фрески по известковой песчаной штукатурке. По своему стилю и применяемым живописным приемам она характерна для конца XVIII века. При раскрытии первоначального красочного слоя обнаружилось, что когда-то фрески имели серо-голубой цвет. Со временем из-за химических изменений пигмента и загрязнений живопись приобрела фиолетовый отлив. Еще одна ключевая особенность храма – с него началось возрождение православия в Сарове. И то, что это первый храм, с которого началось возрождение православия в Сарове, как один священник сказал, что этот храм можно сравнить с корнем дерева, а остальные храмы уже со стволом, с ветвями. В настоящее время в Сарове пять приходских храмов, монастырь. И многие возрастные прихожане, они выходцы из этого первого прихода храма Всех Святых. Сегодня храм Всех Святых не просто достопримечательность города, а объект культурного наследия федерального значения и находится под защитой государства. Табличка, подтверждающая это, уже появилась на стене храма. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. В Дни осенних каникул Художественная галерея приглашает школьников приобщиться к миру искусства. Для ребят с 1 по 11 класса подготовили интерактивные и познавательные программы, творческие мастерские, квесты и многое другое. Подробнее о каникулах Художественной галереи расскажем в следующем репортаже. 28 октября – первый день осенних каникул. Отдыхать школьники будут по 6 ноября включительно. И перед многими родителями встает вопрос, чем занять ребенка эти 10 дней. В учреждении культуры подготовили на это время обширную программу. Ребят ждут и в библиотеке Пушкиной, и в Маяковке, и в городских музеях. По традиции большое количество мероприятий предлагают Художественная галерея. Четыре выставки фактически будут участвовать в каникулах Художественной галереи, потому что кто-то застанет те выставки, которые мы видим сейчас в нашем выставочном пространстве. И по мере продолжения каникул выставки будут обновляться. И те, которые придут к нам в последние дни каникул, они уже смогут посмотреть вновь открывшиеся выставки. Каждый час в галерее будет что-то происходить. Мероприятие рассчитано на школьников разного возраста – от первоклассников до старшеклассников. Помимо экскурсий по выставкам для детей устроят творческие мастерские, квесты, кинопоказы. На каникулы выпадает День народного единства. К этому празднику галерея подготовила особое мероприятие. 3 ноября вообще очень интересная программа. Это предпраздничный день. И, конечно же, там располагаются те занятия, которые посвящены Дню народного единства. И мы позанимаемся с ребятами, поговорим о празднике, как он отражен в изобразительном искусстве. Это наше занятие, которое идет уже не первый год, но настолько популярно, что каждый раз у нас есть посещение. На занятиях в галерее ребятам расскажут про народные промыслы. Также во время каникул откроется цикл на тему древнерусского искусства. Первая встреча будет посвящена истории и архитектуре Кремлей. Не обойдут стороной и осеннюю тематику. Сотрудники галереи готовят несколько бесед и творческих мастерских. Школьники от 14 лет и старше могут при посещении мероприятий воспользоваться пушкинской картой. Полностью программу каникул можно посмотреть в группе художественной галереи ВКонтакте. Предварительная запись обязательно. Телефон для справок 702-87. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ-24. Темный и светлый, чистый, с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда урожая этого года вы найдете в торговом центре «Галактика». С 19 по 22 октября там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий, тягучий липовый или кремовый дониковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А дониковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них – каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа – до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Доник – 300-500. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектар. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии, один раз горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает выбирать мед по вкусу. Я им рекомендую взять, попробовать, главное, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился, значит, что это не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для саровчан доступна новая акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей, три килограмма гречишного за полторы тысячи, а три килограмма липового за тысячу восемьсот рублей. Не пропустите, медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 19 по 22 октября с 10 до 18 часов. Нет возможности прийти – доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» и в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!